до центра подбросить да сегодня автобуса уже не будет только вот здесь у меня немножко беспорядок в салон садитесь там почище кресло есть спасибо помоги нам помоги не мешали мне я их наказал а теперь накажу тебя а а а а а и и и и Вдох выдох Вдох выдох Вдох Опять кожу Вдох выдох Вдох выдох Вдох выдох Вдох выдох Что? Ну что опять? Что вы это не хотите? Да что вам это не нужно? Ну что как сейчас сидеть? Я устала Спать хочу Я ищу Свежий хлеб И натуральное молоко Воскресные мамины сырники Налетай Маш, сядь на свое место А я тебе порежу Мам, а можно сгущенку? Нет Пап, можно? Нет, сгущенку можно только попасть С момента исчезновения В Плющеева Елены Сопрыкиной Прошло уже два месяца Но семья девушки не теряет надежды Найти ее живой И обращается ко всем с просьбой Кто видел девушку Сообщите о ее местонахождении По указанным телефоном Полиция уже задержала подозреваемого В похищении Но им интересы следствия Ими пока не разглашаются Женя Ну вот, это никому не интересно А знаете что? А давайте-ка мы сегодня Поедем в город И покатаемся на кораблике Да, давайте Попросим соседку Она посидит А вечером посмотрим с вами кино Дома С капкорном Да Вон мультик начал смотреть Перец Мамультик, ты хочешь есть что-нибудь с перцем? Да, а я вот сейчас так вот вот Поперчу Очень люблю Очень вкусно Ммм Хотите попробовать? Не, фугаюсь Ой, как вкусно Ага, очень Смотри, вот О чем задумалась О том, что твоя теория верна Беременность только временна Избавляет от кошмаров Дашки исполнилось два года Кошмары вернулись Ну так в чем же дело? Давай заведем еще одного ребенка Ты что жутишь? Нам еле хватает на троих Отец, когда завещал нам дом Хотел, чтобы нас было много детей А трои-то разве мало? Потом девочкам нужно дать достойное образование Ну ничего страшного Я смогу подготовить их к институту Сильная экономия Жень Мне больше всего вам нравятся розы Смотри Как ты смотришь на то, если Я выйду на работу? Не веришь в мои силы? В чем? Верю Но вторая зарплата нам точно не помешает И потом Это наверняка отвлечет меня от моих кошмаров Ты десять лет сидела дома Какую работу ты найдешь? Что ты пока не видишь? На свою прежнюю Вернусь в отдел кадров Ну за мной же сохранилось место Наверняка Так, нагибаемся все Мост, 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 мост Осторожно Осторожно Да, но по закону я имею право вернуться на прежнюю долг А про реформу вы ничего не слышали? Подразделение прокуратуры, в котором вы работали в отделе кадров Преобразовано в следственный комитет И юридически вашего места работы не существует Сейчас Алло Че, не нашли? А соседние подвалы можно проверить? Ага, спасибо, спасибо Кто-то пропал, представляете, два дня уже нет Никогда себе такого не было У вас на чердаке ремонт, он там В смысле, я утром сегодня видела сюжет Как будто бы ремонтировался другой дом И там был другой кот Его там заперли На чердаке Да Ладно, проверим, спасибо Так, проходите Спивальчик Да выключи ты этот ужас Водичкой побрызгать или сразу на шатырь дать? Не изви Так, познакомься Новый работник архива Анна Островская Здрасте Надолго? Так, не хами От тебя это тоже зависит Не выключи ты это Тагир, вы же не черт Так, предупреждаю, работа не в сахар На мертвецов нас смотритесь, вы их боитесь? Конечно боюсь, как нормально любой человек Плохо Может тогда лучше сразу отказаться? Нет, 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 я согласна Слушай Твой вчерашний кошмар Что там было? Ой, какой ты мерзкий тип Даже не хочу вспоминать Если я тебе отдавайся, я должен Запротоколировать твой сон Жень, пожалуйста Перестань за мной записывать Это я правду Какая глупая затея Мой научный эксперимент Здесь свидетельство твоих способностей За несколько лет Может быть я потом Напишу книгу Получу даже нобелевскую книгу Так, все, хватит Давай Для тебя Жень Ну, давай, давай Можешь, зря я затеяла все это с работы, а? Думала, буду сидеть, бумажки перекладывать А там везде фотографии мертвых Ой, только не говори мне, что ты боишься на мертвецов А если мои кошмары станут чаще? Что тогда делать? Ой, послушаешь меня, ты я просто ненормальная Никакая, ты ненормальная Просто очень чувствительная Как сверхпроводник Это я тебе как физику Знаешь, это еще пока не доказано Но вокруг нас Я уверен, существует инволюционное поле Которое ты умеешь подключаться У тебя Углые пациенты антенны Это особенное Опять? Да Простите Здравствуйте Я дела понесла Валентина где? Ну-ка, давайте займитесь проектором Бегом, бегом, ждем вас А куда? Давайте сюда В загородном доме убита 30-летняя Ольга Кольцова Не замужем По профессии дизайнер интерьера Пожалуйста Покажите жертву Дальше Еще По подозрению в убийство задержан бизнесмен Владимир Петровский Он же вызвал полицию И он утверждает, что Кольцова стала жертвой грабителей Дальше подайте Дальше, пожалуйста Ну, на первый взгляд, все выглядит как ограбление Но мы уверены, что это инсценировка Предположительно, Петровский пригласил Кольцову на романтический ужин При свечах Но неожиданно возникла ссора По свидетельским показаниям Петровский часто страдал от вспышек ярости Ну, видимо, в таком состоянии убил Кольцова Ну, сам же Петровский утверждает Что, когда приехал домой То застал свою любовницу уже мертвым Кольцова сама готовила романтический вечер Простите, что вы сказали? Я говорю, что Кольцова Проникла в его дом, чтобы сделать ему сюрприз Почему вы так думаете? Ну, вы же сами говорили, что жертва была дизайнером интерьеров Она сама все приготовила Зажгла свечи, сервировала стол Для этого Кольцова И пробралась к нему в дом без проза Пока хозяина не было Петровский увидел в доме приглушенный свет И подумал, что это грабители Он взял пистолет и пошел в дом И столкнулся там с Кольцовой И от неожиданности он быстрее Испугавшись, Петровский судал видимость ограбления И позвонил в полицию Пистолет он кинул в колодец с септиком А вы вообще кто такая? Я работаю в архиве В его первый день Это полиция или детский сад? Что опять? Вы берете первого встречного Доверяете тайн и следствие Ее вообще нельзя к архиву близком отпускать Не могу я ее уволить, Андрей Иванович Она ведь многодетная Закон не позволяет Я с ней поговорю Что, все плохо-то? Ну почему все? Кот нашелся И все как ты сказала А вот первый рабочий день ты провалила Вон эти Вон у тебя какие-нибудь жалуются Я просто хотела помочь В чем ты можешь помочь? Смешно даже Перестань ты фантазировать Ты работай как-нибудь спокойно этот месяц А там может все само собой уляшется Сможешь? Нет За мной За мной Ну понятно Теперь как-то моего кота нашла Ты знаете, это как Ну как кино смотришь И видишь, как все было на самом деле Я обещаю Я больше Ничего не буду рассказывать Ты правильный Похитрее С людьми и надо быть Они хвастаются Перед всеми своими Способностями Да я бы с радостью Исправилась бы от этих способностей Но как? Может поговори с кем-нибудь Кто в этом понимает? С кем? Так О! Смотри Так Ведунья Весновидящая Каталка предсказания Карт Куклы Театра волшебства Вон смотри какая смешная Как и рак, да? Здравствуйте Это я вам звонила Почему ты не хочешь с ними разговаривать? Проходи, садись Они просто хотят передать через тебя послание Своим близким Если я начну Они от меня не отстанут Зачем ты воюешь Сама с собой? Я ни с кем не воюю Я просто хочу быть Хорошей матерью и женой Я хочу быть как все Но ты не такая, как все И ты это знаешь Послушайте, я ехала к вам через весь город И я хочу знать Вы можете мне помочь? Или нет? Ты просишь забрать от себя Твой дар Это невозможно Ты останешься Быть счастливой Это значит быть в ладу с собой А ты себя боишься Ты медиум Очень сильный И это твое призвание Я знаю, в чем мое призвание Заниматься семьей Они пришли именно к тебе Попробуй Поговорить с ними Моя очередь Тихо ты Отдай 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 Так что же происходит? Папочка Только маме не говори Пожалуйста Так, девочки Я, по-моему, уже говорил Что в карты играть нехорошо А вот Насте Шипиловой Папа разрешает Они даже вместе играют Настя Шипилова с папой Могут хоть магазины грабить А мои дочери в карты играть не будут Это понятно? Понятно Понятно? Давайте сюда Вон, мама пришла Все, быстро спать ложиться Чтоб ни разговоров никаких Главное усыпить и бдительность родить Ну а теперь можно я посмотрю? Можно Обалдеть, как классно Я же говорила А если мама найдет ее дня, Манюшка к папу? Не найдет Она сейчас сюда зайдет Он не зайдет Они сейчас папой будут пить шампанское Давай Выпьем за первый твой рабочий день На новой работе Держи Ну что с тобой? Видимо, меня уволят через месяц Ну ничего страшного Найдем что-нибудь получше Ты знаешь, что самое обидное Мне там понравилось У меня даже возникло такое чувство, что Я могу приносить пользу Решила, что мне там все будут слушать Но и мне нужна моя помощь Не все относятся ко мне как К скучающей домохозяйке Ну что ты? Ну, не надо Ну, а то мы тебя все любим Дайте слово, что она не узнает о моем визите Иначе она меня убьет Ну, если убьет Мы ее посадим У вас минута Я понимаю, что вы ее считаете ненормальной Не вы первый Другие тоже были Значит, вы признаете, что у нее с головой не все в порядке? Ну, скорее, не все в порядке с головой на всех Вот посмотрите, здесь Это статьи очень серьезных ученых Они утверждают, что феномен, которым обладает моя жена Действительно существует Какой феномен? По-другому это называется антиципация То есть предвидение Видите ли, у нее чувствительность в сто раз выше, чем у нас с вами Она медиум Посмотрите, посмотрите Такие люди действительно существуют Ну, я очень рад за нее Вы, собственно, от меня для чего хотите? Не увольняйте, пожалуйста Ей здесь очень понравилось Ну, в смысле, она вам может быть очень полезна Ну Вот то, что вы жену защищаете, это прекрасно Но не задержится она у нас здесь Вы простите, очень много работы Вася! Кто в приемной еще? Полковник Крюков Приглашаю Есть Подождите, пожалуйста Я хочу вам еще кое-что доказать Я записываю все ее сны и видения Вот последняя запись Посмотрите, пожалуйста Это касается пропавшей девушки из телевизора Из Плющеева Взгляните Вот Здравствуйте Здравствуйте Вот это вы написали? Нет, это мой муж написал Откуда она у вас? Два месяца назад В Плющеево пропала девушка Лена Сопрыкина Не тело Не девушку до сих пор не нашли По косвенным уликам арестовали 27-летнего парня Имя не сообщалось в средствах массовой информации Вы понимаете меня? Я понимаю по-русски А вы хорошо излагаете Так вот, если имя никому не было известно Как вы могли написать имя подозреваемого три раза? Алексей Лялин, три раза Это написал мой муж Вы меня понимаете? Я видела его фамилию на пластиковой карте Лялин снимал деньги в банкомате И увидел девушку Очень расстроенной Они знакомы Поэтому она приняла предложение проводить ее Вы откуда это можете знать? Мне приснилось это во сне Ах, во сне? Понятно Вы случайно не журналистка? Я просто домохозяйка Можете думать обо мне все что угодно Ах, что вы мне прикажете думать? Вы появляетесь Неизвестно откуда Сообщаете подробности преступления Которые никто не знает Чего думать-то мне? Я не знаю Да вы, честно говоря Наплевать откуда вы этого знали Мне очень нужно найти эту девушку Она мертва Тогда тело нужно найти ее Без этого не можем предъявить Лялину обвинение А его выпустят через пять дней У него кончается срок Предварительного заключения Понимаете? Ладно, у меня У меня нет другого выхода Помогите мне На тапочки Зачем тебе сапоги? На улице тепло и сухо Не знаю, на автомате взяла Как ты думаешь, у меня получится, а? Или я зря в это ввязалась А вдруг я не смогу? Слушай, это твоя первая командировка Поэтому ты волнуешься Ты будь Шустрее Будь смелее Да, и Журовым Будь пожуще Ума не приложу Как ты справишься с девочкой? Малусь Справимся У меня хорошая помощница Ольке почти один Так что все, вот Саша Чем ты слышал? Малусь 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 Давай, приседуем на дорожку Пойдем Пойдем Все Это Анна Малусь Это Анна Медюм Шаман Гадусь А буду Недя Как духовно Мудрить Ты Раз уж Меня представили Вы кем будете? Майор Хримов Для вас просто Василий Василий начальник местного розыска расследовал это дело я смотрю в этом следственном комитете модернизируйте гадалок привлекаете шамана может уже хватит острить отвезите меня в дом под сырой ух ты поехали ну что вася какой дом а пусть вам ваша гадалка поскажет а мы с ним потом поговорим а может быть Павелин не здесь живет Вась ну подождите вы что меня проверяете что ли Андрей Иванович ну мы опять не туда приехали здесь живет пожилая пара пенсионеров Вась ну может хватит время терять а погоди Андрей Иванович идет важный следственный эксперимент Вася ну Андрей Иванович давайте я дорогу покажу Воднотор перекрестки повернись по разу направо Дамочка наша почти угадала никаких почти ваш подозреваемый живет здесь а мне нужно туда Анна почему туда потому что там живет дедушка пропавшей девушки она приезжала к нему на каникулы там ее лялин в первый раз и увидела предположим это кстати было в материалах дела хозяев нету в дом попасть мы не сможем если вы хотите чтобы я нашла тело мне нужно туда попасть Вася открывай проникновение со взломом Вася открывай все беру на себя А теперь вроде как и без взлома А чего дом пустой родители девушки в другом городе живут В этом она к деду приезжала А когда она попала дед в больницу заглянул Себя осень верил Не ходите за мной не мешайте Ребята Подписывайтесь на мой канал Это ты сломал его? Что он с тобой сделал? Я знаю, где найти села Лена. В автохранилище около дамбы. И кто вам сказал, где находится тело? Сама Лена. Которая мертва. Давай, смотри, Иван. Это переходят всякие границы. Давай проверим информацию и возмущаться потом. Будешь. Вы набирают афериста, господи, помилуй. Она там. Где? Где конкретно? Метров семь. А берега метров пять в глубину. Это водолазы. Погоди, погоди, с водолазы. Адам. А откуда вы знаете? Ну как это вообще у вас все работает? Призраки ходят за вами, гремят цепями и рассказывают, как все было. Ну, мое, мое. Ну, притормать. А почему я должен приторматывать, а? Мы тут идиоты, работать не умеем. А вы шибко грамотные приехали, два часа поездили по городу и раскрыли преступление, которое я два месяца раскрыть не могу. Вам бы надо успокоиться. А может ваши призраки, мадам, расскажут нам, как все было на самом деле, девять штуки. И как этого ублюдка в тюрьму засадить. Расскажут, а? А? Расскажут? Нет. А знаете, почему-то, что вы, мадам, аферистка. И я таких, как вы, в девяностые, пачками засадываю. Вам необходимо успокоиться. И вы и я, мы оба знаем, что вам нельзя волноваться с вашим сердцем. Вам нужно держать себя в угарах. Что? Я делаю, Вася. Вася. Ну, успокойся, правда. Чего же? Слушай, ну давай предположим, что все-таки она права. Ну, знает она. Ну, давай вызовем водолаза. Ну, я тебя прошу, Вася. Ну, завалили водолазов, водолазов подписываться, как я буду. Что мне призраки подсказали? Знаете что? Я свою работу сделала. Проводите меня до гостиницы. Вася, ты место запомнил. Давай, вызывай водолаза. Так, что здесь упало? А? Ничего. Ничего. А ну, показываем, что за спиной. Мы проголодались. Капустки захотелось. Угу. Ну, слушайте, ну у нас же есть суп. Давайте я вам котлеты разогрею. Тосты хотите? Фак, фак. Мама говорит, что на это оцена ночи вредно, поэтому... Да, мы лучше капустки погрызем. Да? Да? Алло. Привет. Еще не спишь? Нет. Ждут звонка. Как прошел день? Я нашла тело, но мне никто не верит. В полиции считают, что я мошенница. А я считаю, минуту до возвращения домой. Соскучилась. Мы тоже скучились. Подожди, кто-то стучит. Не клади трубку, посмотри, кто там. Кто там? Это Климов. Поговорить нам надо. Одну минуту. Пришел тот мужлан из полиции, который назвал меня аферисткой. Почему так поздно? Ты ничего мне не хочешь рассказать? Забавно меня с первого взгляда. Зовет замуж. Все, давай, пока. Целую. Ложитесь спать. Люблю тебя. Да. Мы тебе тоже. Слушаю вас. Вы что, с ума сошли? Я почувствовала. Я почувствовала. А еще я чувствую, что вы будете жить долго. Если не будете так нервничать. Посторонний в мире. Отрой, Wilson. Попробуй. Ваня! Ты чего ж на заводе-то не отмечаешь, а? Что случилось? Что случилось? Там бы вон на плотиде прорвало! Московскую трассу разбило! через рогозина придется объезжать давай быстрее не уедем сейчас не не выберемся потонем тут а как он живет в районе вот режим через объявлен давай 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 ну анечка ну быстрее пожалуйста быстрее а как же тело прямо сказал что выдает утром водолаза смыло тело давно уже садись давай если нет тела значит нет доказательств я говорю садись не уедем ну не переживай разве нельзя найти еще какой-нибудь доказательств да нет больше нет доказательств этого мерзавца выпустил потому что я на него ничего не нашла пойми ты не можешь за все это отвечать а за что я могу отвечать для чего мне этот так называемый дар мне только мешает ну какой от него толк если я не могу предсказать даже наводнение а вот почему ты хотела взять резиновые сапоги все уложила сказал если сейчас же не заснут завтрак будут есть овсяную кашу послушай я знаю ты хочешь меня успокоить когда я поговорила с призраком той девушки и узнала где тело я подумала что ну вот наконец-то я нашла свое место вот оно мое призвание казалось что в этом теперь нет никакого смысла я не буду реветь я ничего не сказал ну ты так и подумал так стоп мы договаривались что ты не будешь читать мои мысли давай пожалуйста тренируйся на своих преступниках это будет лучше а и Илья Иванович, здравствуйте. Анна Островская вас беспокоит. Скажите, пожалуйста, а как назначить свидание, получить свидание с подозреваемым Лялиным? Илья Иванович, здравствуйте. Ильюша, сядь. Мне нужно с тобой поговорить. Понятно. Ты журналистка. Но мне без адвоката нельзя ни с кем разговаривать. Зато сексом заниматься можно. Я друг Лены. Девушки, которые ты убил. Я никого не был. Она мне сама об этом сказала. И я знаю, где ты спрятала ее тело. Я хочу понять, что творится в твоей душе. Ты вроде бы красивый. Интересный парень, как в заблужке. А я слышу только крики звучанных животных. Плач несчастных девушек. Ты пришел сюда не один. И это там ничего не увидишь. Вот там, в углу стоит призрак девушки, которую ты убил в прошлом году. И специально уехал из этого города. Да, это все бред. У вас нет никаких доказательств. После завтра истекает срок предварительного заключения. А я отсюда выйду. А вон девушка, которой ты был три года назад. Родители не стали заявлять в полицию, потому что думают, что она просто сбежала из дома. Да, это не есть. Боже мой, сколько вас, шесть? Ну что вы молчите, ну? Ну скажите, как мне его остановить? Я хочу уйти, выпустите меня. Нет, это я только начала. Они мне все расскажут. Выпустите меня. Тимур? Я сказал, что все сжег, Тимур? Я ничего не говорил. Выпустите меня. Я тебя достану, клянусь. Наня, ваша самодеятельность просто не допустила. Вот его адвокат подаст жалобу и будет правой. Послушайте, ну я что-то делаю. Ну его же выпустят. Наливайте чай. Ну, а чего вы там увидели? Да почти ничего. Когда я взяла Лялина за руку, у меня было смутное видение, в котором Лялин просто упрашивал. Димон, Димон, сожги все это. Я в долгу не останусь. А Димона я не видела. Жалко. Так, ну что у нас сегодня? Женя! Ой, иди на помощь! Тут это... Что? Это... Это... Кто? Черепаха. Так, Маша, Оля, а ну-ка быстро сюда! Ну-ка. Откуда это здесь жилось? Мы нашли ее на улице. Так, почему вы нам ничего не сказали? Мы думали, ты будешь ругаться. Мы играли на улице, и, видимо, там Чапа ползет. Она могла под машину попасть, мы же не могли ее там бросить. Не могли. Мам, пап, давайте ее у нас оставим. Ей же негде жить. Ее хозяева плохие. Как можно было Чапу выгнать на улицу? Она же такая красивая. А, нет! Да. Между прочим, хозяева ее не выгнали на улицу. Она сама уползла из дома. И сейчас один мальчик очень сильно и сильно плачет. Это ты знаешь. Мама всегда все знает. Чапу нужно отдать хозяину. Таня, пожалуйста. Таня, пожалуйста. Мы отработали все связи, Лярин. Единственный, с кем он общался в последнее время, это его сосед. По камере, по СИЗО. Это Димон Дмитрий Заговский. Вы его же допросили? Его выпустили. Неделю назад. Слушай, а что если Лярин вступил в сговор с Димоном и просил его уничтожить вещдоки? Вы куда? Я, я с вами. Здесь? Нет, нельзя. Почему? Тут задержание. Мало ли что случится, думали в оружие. Вы подвергите, а зачем мы сюда тогда позвали? Чтобы потом поговорили после задержания с ним. Ну, послушай, здесь темно и страшно. А вдруг здесь крысы? Чего стоишь? Давай, пошли. Какой этаж? Так, оставься здесь. Не стрелять! Не стрелять! Давай, осторожней! Покурите на улице. Полковник юстиции Жогов. У вас в доме найдены запрещенные вещества. Отнимаю, начальник. А побежал в том, что испугался. Понятно. Значит, если вы будете сотрудничать со следствием, мы, возможно, и поверим в вашу версию. Спрашивайте. Вопрос у меня только один. Где то, что вам поручилось сжечь Лялин? Тьфу, гон какой-то. Ты чего, наверное, просил? А откуда у вас этот кораблик? Подарили на день рождения. То, что вас просил сжечь Лялин, находился на какой-то яхте, верно? И оттуда вы украли этот кораблик. Я же говорю, это подарок. Я думаю, вы не выполнили просьбу вашего сокамерника Лялина. И решили вы шантажировать и тянуть из него деньги всю свою жизнь. Голову включите, Загорский. Налялили несколько убийств. Вы пойдете как соучастник. Деньги стоят того? Слушай, ты говоришь, ничего у меня не просил. Вы пошли на яхту ночью. Так вы подумали, вас никто не заметит. Но вы ошиблись. На соседней яхте ночью включается инфракрасная камера слежения, которая передает изображение на удаленный сервер. И вас было отлично видно. Слушайте, я просто забрал коробку с яхтой. Этот псих попросил забрать коробку. Все. И парусник? Нет, парусник, это я уж сам понравился. Коробка где? Покажу. Адрина, почему? Вызывали? Заходи. Смотри, что у Загорского в гараже нашли. А, Лялин собирал трофеи. Слушай, а вот ты что там про камеру говорила? Это нет никакой камеры. Это блеф. Ну, в смысле, так все делают. Я в кино видела. В связи с новой доказательной базой и открывшимися новыми обстоятельствами по делу об убийстве Елены Сопрыкиной, а также в связи с возбуждением еще пяти уголовных дел по статье 105, часть 2 пункта БУК РФ, убийство лица заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, а рано сопряженное с похищением человека, Лялину Алексею Юрьевичу продлевается срок содержания под стражей на три месяца. Заседание окончено. Аня, кстати, Василий передавал тебе свои извинения и отдельное спасибо. Рада была помочь. Да, кстати, чуть не забыл. Ты Елла Петровского помнишь? Да. Мы опускали колодец септиком, нашли орудие убийства. Пистолет, которым он убил свою подругу. Он дает признательные показания. Скажи, пожалуйста, ну как ты это делаешь? Еще не знаю. То есть он не собирается тебя увольнять? Нет. Он предложил мне стать его нештатным сотрудником. А работать я буду в архивном, как бы под прикрытием. А что, так можно? Ужоков сказал, что можно. Главное, договориться с начальством. И он обещал поговорить насчет меня. Классно. Только, девочки, мы никому об этом не говорим. Военная тайна. Круто. Слушай, а что конкретно тебе привезли делать? Ну, Жуков попросил меня беседовать со свидетелями, обвиняемыми, выезжать на опознание. Будут привлекать меня тогда, когда я буду нужна. Мам, пап, раз хозяин черепашки нашелся, давайте собачку купим. Нет, котенка, котенка, давайте купим. Знаете что, давайте все вместе сходим в зоопарк. О, да, давайте. Да. Отнеси-ка эти папки, Жуков. Санкт-Параста, Андрей Иванович, передайте. Убили тещу. Ровно через год у вас убили жену. Довольно странное совпадение, вы не находите? Да уж. Вы подозреваете меня. Я понимаю. Тогда меня тоже подозревали, но потом сняли все обвинения. В Алипе. И сейчас тоже есть с Алипе. Вы можете проверить? Не мешали мы. Верьте, Казан. Что такое? Вы знакомы? Я первый раз вижу. А давайте мы проверим ваше Алипе еще раз. Спасибо. Алипе. 15 минут в cave. Алипе. В алипе. Субтитры сделал DimaTorzok